Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы снимем снова видео на проекте Родина Ролеплей, Центральный Округ, мы здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник при регистрации, также можете вводить мой промокод на шестом уровне, за него получите очень хорошие плюшки Вся информация есть в описании под видео, поэтому переходите, смотрите и играйте вместе со мной Ну а сегодня у нас будет очень интересное видео, получается сегодня вам покажу самые дорогие машины на серваке Которые вы можете купить в автослоне, если вдруг эта машина слетит Эксклюзивные машины я не буду учитывать, потому что эксклюзивные машины можно купить на форуме за 100, за 200 миллионов За 500 миллионов, по-моему, даже можно купить Эти машины мы в учет не будем брать, будем брать именно те машины, которые можно купить в автосалоне Если вдруг эта машина слетит Поэтому, пацаны, желаю вам всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита Также не забывайте приходить на мои стримы, потому что на стримах я разыгрываю вот эту замечательную машину Это Mercedes Vito, которая стоит 4 миллиона в полном тюнинге И у вас есть шанс его выиграть, поэтому обязательно приходите на мои стримы Все, пацаны, погнали к видосику Итак, пацаны, первый автомобиль, это у нас получается Nissan GTR Очень классная машина, которая мне самому очень сильно нравится Я думаю, многим эта тачка вообще нравится Она довольно-таки быстрая, я не знаю, сколько она, конечно, едет в тюнинге Если что, пацаны, я машину создаю через админку Поэтому они у меня без тюнинга Вы должны это учитывать, потому что, ну, я вот сейчас еду, можете подумать, что вот какая-то она медленная Но на самом деле она просто стоковая Это чисто машина, создана через админку и все В ней вообще ничего нету Я думаю, вы это должны прекрасно понимать Цена этой машины около 40-50 миллионов Ну, 40-50 миллионов стоит эта машина Цены, пацаны, я брал, если что, с авторынка То есть, я несколько дней бегал по авторынку и смотрел, за сколько люди продают эти машины И каждый раз цены были разные Поэтому я вам буду говорить преимущественную цену, за которую вы можете купить эту машину Эта машина стоит от 40 до 50 миллионов примерно Ну, вдруг там на ней стоят бат номера, то, конечно же, она будет еще дороже Напишите, как вам эта машина, но мне она реально очень нравится Конечно, я люблю GTR 2012 года, который старый Именно первый кузов, не рестайлинг, который 35-й Это тоже получается GTR 2017 года Мне, конечно, он не особо так нравится Нет, симпатичная машина в любом случае Но старый GTR мне нравится больше Не знаю, как вам, но старый мне реально нравится больше Вот такая вот машинка прикольная, дорогая Ну, сегодня у нас, в принципе, все машины будут дорогие Это, пацаны, чисто топ-10 самых дорогих машин Не эксклюзивных, а обычных машин с автосалона Следующий автомобиль, это Mercedes-AMG E63S, получается Честно, мне она не особо нравится Типа, ну, прикольная машина В любом случае, это Mercedes-AMG, все дела Но мне нравится старая Ешка Вот старая Ешка мне больше нравится У новой Ешки, вот эта новая Ешка, получается У нее морда симпатичная Не спорю, прикольно все выглядит Но жопа мне не особо нравится Вот старая Ешка, реально по кайфу была Диски тоже здесь, в принципе, прикольные Цена этой машины составляет 50 миллионов Я видел то, что их в основном продавали за эту цену Возможно, она чуть дороже, может быть, может чуть дешевле Как бы, я повторюсь, пацаны Я цены смотрел именно на авторынке На автобазаре, за сколько люди продавали За сколько я цены записывал, в принципе Не, ну прикольная тачка, в принципе, она хорошо рулится, я думаю Ну да, хорошо рулится, устойчиво на дороге Ну реально по кайфу, точила такая, чисто, ну На Ешечке Вот, в стоке она едет 219 Ну, в принципе, нормальный такой аппарат, я считаю Следующий у нас транспорт, получается, это мотоцикл Да, пацаны, это не машина Но все равно я решил взять в учет вот этот транспорт Так сказать, потому что это тоже очень дорогой транспорт Который стоит от 30 до 40 миллионов Их по разному так же продают Ну реально, типа, Ямаха, это топчик, я считаю Я бы себе ее, конечно же, хотел купить Но у меня финансов таких нету У меня, конечно же, есть Ламбо Но вот такого аппарата у меня, к сожалению, пока что нету Хотя, в принципе, зачем мне его покупать Этот мотоцикл, если я могу просто создать Тем более, мотоциклы на родине тюнинговать, как я помню, нельзя Этот мотоцикл можно, повторюсь, купить от 30 до 40 миллионов Да, конечно, это не автомобиль Но все равно я решил добавить в топ-10 Ямаху Потому что Ямаха это топчик А топчик должен быть в топчике, получается, в моем Так, кстати, по-моему, через донат еще можно его купить Так, вот, Ямаха, да, за 3000 АЗ-коинов вы можете купить себе Ямаху И продать ее потом спокойно за 30 миллионов То есть вы можете задонатить буквально там Сколько, я даже не знаю Тысячу рублей можете задонатить И купить себе Ямаху Я считаю это очень даже круто Это, пацаны, мой любимый кузов, получается Е60 М5 Но это не М-ка, пацаны Хотя здесь написано то, что это М5 Но по заднему бамперу вы можете сами увидеть То, что даже обвес не М-шный Да, морда типа от М-ки, я не спорю Типа вот этот бампер, этот от М-ки Диски тоже от М-ки Но именно задний бампер Я не знаю, почему они взяли именно эту модельку Потому что, ну, задний бампер Это полная шляпа Реально, это обычный бампер Вот, не М-ки А у М-ки должен быть совсем другой бампер Не, ну все равно, типа, симпатичный, конечно Но лучше бы они полностью М2 взяли бы Я думаю, было бы поинтереснее Данный автомобиль стоит, пацаны От 40 до 50 миллионов Блин, вот эту тачку я себе тоже очень сильно хочу Потому что я обожаю просто этот кузов Я обожаю просто бамве Ну, не все бамве, я просто обожаю именно вот эту машину Реально, она просто по кайфу, пацаны М-очка такая Вот морда у нее просто великолепна, пацаны Вот реально Ей уже сколько лет? Ей сколько уже? Не вызывает симпатии, но для меня это очень красивая машина Которая мне в жизни нравится В игре нравится Следующий автомобиль, пацаны Это Lamborghini, получается Это Supercar Не Hypercar, а Supercar Получается Lamborghini Huracan Кстати, в стоке он реально пиздатый Просто у меня есть тоже Huracan Личный И он у меня весь там в тюнинге На дисках со спойлером в виниле И он как-то выглядит колхозно А вот стоковый Стоковая ламба реально классно выглядит Я вот задумался, может мне тоже стоковую сделать Просто ламбу и все Ну, ламба стоит у нас получается 50 миллионов Я свою ламбу тоже покупал примерно за эти же деньги Вроде бы как, я помню, да Где-то за 50 миллионов я ее покупал Где-то за 48, за 50 я ее покупал Но эта тачка очень ценится на родине Тем более у меня, кстати, ламба с лаунч контролем Я не знаю, это дает ей больше цену или нет И еще номера у меня там прикольные Ну, ламба, пацаны, есть ламба, в принципе Давайте посмотрим максималочку в стоке Но это не самая быстрая машина на серваке, пацаны Я даже не знаю, какая самая быстрая Может, F90 самая быстрая БМБ, я не знаю Так, 223 максималка в стоке Я считаю, это тоже очень даже неплохо Ну и следующий автомобиль, получается, это Мерседес Тоже у нас получается Мерседес Вот такой вот купе, получается C63 купе, называется вроде бы этот кузов Стоит эта машина не очень прямо дорого 25 миллионов, я видел, ее продавали Ну, типа, не знаю, насколько это редкая машина Ну, как бы я искал машины интересные Которые симпатичны мне Понятное дело, что есть еще и другие машины Которые я не добавил в этот список Но делать прям там топ-20 я не хотел Топ-10 я считаю, это нормально Вот топ-20 это был бы уже перебор Вот такой вот Мерседесик, в принципе Честно, на нем в первый раз еду Вот, серьезно, на нем никогда не ездил И особо я их не видел на серваке Типа, они какие-то редкие Хотя, возможно, я ошибаюсь Максималочка у него в стоке 200 километров Да, 200 километров она едет Продавали ее на рынке за 25 миллионов Ну, возможно, ее можно купить там за 30 миллионов Либо за 35 Поэтому цена может быть немножко другая Ну, а в целом, симпатичный такой Мерседес Я, конечно, любитель там купе Все дела Диски мне нравятся Прикольные, типа AMG V8B Turbo Все дела Следующий автомобиль Это снова у нас Мерседес Получается Тоже C63 AMG Вот этот кузов, пацаны, мне реально нравится Больше, чем Ешка даже Вот C кузов этот мне нравится Но здесь есть один косяк Он какой-то сильно высокий Я думаю, вы это замечаете То, что Он реально какой-то высокий Колеса сильно широкие Но так кузов мне этот очень нравится Эта машина стоит, пацаны Так же самая, как и предыдущая 25 миллионов рублей Типа это тоже не особо дорого Типа это самая дешевая машина из моего топа То есть два Мерседеса самых дешевых Но взял бы я, наверное, бы этот Мерседес Чем купе Потому что, ну, повторюсь Купе мне не особо нравится А вот этот Мерседес прикольный Но почему-то он вообще боком не валит Типа такой себе, знаете Мерседесик должен всегда боком валить Но Возможно, если сюда нитро поставить То, конечно же, она будет хорошо ехать Ну, а так кузов мне это нравится В принципе, симпатичная тачка Да, пацаны В этом видосе будет много Мерседесов Потому что Почему-то именно Мерседесы Считаются самыми дорогими Вот реально много Мерседесов Вот Много прям Мерседесов на рынке было И все они дорогие Серьезно Типа, ну Я даже не знаю, какой у Мерседес есть дешевый Вот все Мерседесы дорогие на родине Все прям до одного Я так думаю Ну реально, типа Я какой Мерседес не видел Его всегда там 20 миллионов продают Ну реально дорого Здесь у нас получается Гелик вот такой вот Это G63, по-моему, или нет А G65, пацаны G65 гелик Ну и гелик он и есть, в принципе, гелик Он на всех сферах, в принципе, дорогой Вроде бы как Но на родине, конечно, да Он сильно дорогой Он стоит, пацаны От 40 миллионов до 50 миллионов Гелик стоит От 45 даже до 50 миллионов Где-то так Максималочка, в принципе, у него нормальная Блин, я помню, играл где-то 2 года назад на родине И у меня был гелик, я помню И я его продал потом очень дорого Потому что я Ну, когда я на машины покупаю на родине Типа, они бывают у меня год держатся Бывают 2 года держатся У меня тогда был гелик Он очень мне долго был Я не помню, почему я его продал Но продал я его в 2 раза дороже, чем купил Ну, как я говорил, пацаны Мерседесов у нас будет много Поэтому следующая машина тоже Мерседес ГЛ 63 Получается АМГ Симпатичная тоже машина Я, конечно, никогда не был любителем ГЛ Как она правильно вообще называется? ГЛ ГЛ 63 Ну, короче, вы поняли, пацаны Вот эта машина Типа, да, симпатичная АМГ колеса, в принципе, ну Реально такая прикольная Мне она что-то даже больше, чем гелик нравится Если честно Типа, если сравнивать елик и эту тачку То эта тачка как-то посимпатичнее будет Знаете, как-то Посовременнее, что ли Давайте прокатимся на ней вообще Сколько она едет, максималочка у нее Ну, блин Мне кажется, максималочка у них с еликом будет примерно одинаковая Но вот эту тачку я вообще тоже хотел бы купить Я, на самом деле, бы себе много хотел машин купить на родине Но пока что У меня бабосиков нету Как бы Я не знаю, где их заработать В принципе, надо будет что-то делать Думать, шевелиться Так, а у него максималка, давайте попробуем Да, это побыстрее, чем гелик, да Ну, кстати, да Если выбирать между геликами и вот этой машины Я бы лучше эту взял Ну и последний автомобиль, получается, из моего топа Это Porsche 911, по-моему Если я не ошибаюсь Ну да, вроде бы это 911 Porsche Ну, симпатичная тачка, в принципе Кстати, моделька такая хорошая Проработанная Диски такие симпатичные Тормоза перфорированные Морда симпатичная Ну, типа, реально тачка прикольная Я, конечно, не особо люблю Porsche Но мне не симпатизируют Типа, ну, реально прикольная машина И стоит она, пацаны, 40 миллионов То есть, в основном машины вот эти дорогие Они стоят от 40 до 50 миллионов Где-то вот так вот Ну, если баты стоят, то уже совсем другая цена будет Ну, а так, в целом, машины почти все одинаково стоят Как бы, в основном там 40-50 миллионов Поэтому вот как-то так И Porsche у нас едет 217-220 221 километр, короче, он едет Ну, довольно-таки быстрая машина Кстати, напишите, кто знает Какая на родине самая быстрая машина Вроде бы i8 Хотя, может быть, я ошибаюсь Все, пацаны Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите в комментариях, в принципе Хотите ли вы еще подобные видосы Я могу еще записать, пацаны Топ-10 самых дешевых машин У меня уже есть список Я тоже, как бы, уже заранее Нашел все эти машины И могу записать для вас такое видео Поэтому, пацаны Поставьте обязательно лайк Напишите комментарий Можете еще подписаться Если вы вдруг не подписаны на мой канал Я вам буду очень сильно благодарен Все, пацаны Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok